Заур Русланович, практически всю минувшую неделю вы провели в рабочей поездке по российским регионам. Вы посетили Республику Дагестан, Республику Чечня, были в Москве. Расскажите, пожалуйста, о том, кто помимо вас представлял Республику Крым в этой рабочей поездке, ну и какие цели перед этой поездкой были поставлены. И что, собственно говоря, удалось-то достичь? На самом деле, действительно, была очень насыщенная поездка. Я был вместе с вице-премьером Республики Русланом Бальбеком. Мы за эту неделю посетили фактически три региона. Мы посетили Республику Дагестан, Чеченскую Республику и были в Москве на мероприятиях, приуроченных к открытию Московской соборной мечети. И, конечно же, за этот, ну, в принципе, для очень занятых людей, для госслужащих, это не короткий период, командировка недельная, она была достаточно насыщенная и сопровождалась большим количеством знакомств, установлением контактов. И хочу сказать, что, в первую очередь, посетив Дагестан, очень многонациональный район, регион, для нас было, конечно же, интересно узнать, как изнутри он состоит, как он сформирован. И, конечно же, основным мероприятием, которое было в Дагестане, в городе Дербенте, это двухтысячелетие города Дербента. И все, что там происходило, имело уровень федерального значения, поскольку было представлено и руководством нашей федерации, и представлены были практически все субъекты Российской Федерации, очень широкая была культурная программа, был представлен весь срез тех этносов и народов, которые проживают в Республике Дагестан, и у нас вот практически в течение двух суток была возможность с каждым из них познакомиться. И, конечно же, очень многого между Крымом и Дагестаном общего, как и в историческом плане, очень много есть возможностей культурологического обмена, и, конечно же, мы все эти связи будем использовать максимально. В частности, вот в этой поездке нас сопровождал в Дагестане министр по молодежной политике Заур Курбанов, и очень такие большие возможности и перспективы мы вот увидели в этой части, путем развития, в том числе, волонтерского движения. Я хочу сказать, что очень в Дагестане высоко ценят имя Амедхана Султана, нашего земляка, дважды Героя Советского Союза, тоже готовится к корне которого как раз в Дагестане. В том числе и по отцу из Дагестана, и очень широкие готовятся мероприятия в связи с его 95-летием. Поэтому хочу сказать, что действительно мы практически по менталитету, по каким-то внешним признакам, по тому, как устроена сама жизнь, в частности в Дагестане, в многонациональном таком регионе, мы фактически не ощущали, что мы вдалеке как бы от Крыма. И по тому, как к нам относились, по тому, как нас воспринимали, у нас фактически такое было ощущение, что мы находимся у себя, общаемся со своими людьми, с крымчанами. И это еще раз говорит о том, что у нас действительно, фактически по духу, по культуре, мы действительно всегда были, остаемся российским регионом. И в этой части наша поездка, вот для меня лично, это еще раз было очередным подтверждением. Что вы из Чечни? Какие впечатления привезли? Потому что Чечня и Дагестан, это, как говорится, две большие разницы. Две большие разницы, конечно. Чеченская республика, она, скажем так, более мононациональная, и, конечно же, Чеченская республика, это, я сразу, когда посетили мы город Грозный, я хочу сказать, что это город изумительной красоты и восхитительного такого стерильного порядка чистоты. Первое, что оказало такое впечатление. И, конечно же, город красивейшей современной архитектуры, потому что мы знаем, что практически... С нуля он застрадил. Город Грозный и другие города в Чеченской республике уже президент Рамзан Кадыров отстраивал практически с нуля вместе его с чеченским народом. И, конечно же, это было наше бескрайнее восхищение, когда мы видели фактически новые здания, новые мечети, новые дворцы культуры, новые дороги, фактически новые микрорайоны. Разные религиозные, кстати говоря, сооружения. Абсолютно разные религии, конечно. Потому что, действительно, то, что там творилось еще 10 и более лет назад, фактически это были сметенные, скажем, с лица земли города. И, конечно же, вот когда мы побывали в Чеченской республике, мы полностью осознали, вот вместе с Русланом Смойловичем, от чего мы в Крыму ушли, благодаря нашим лидерам, благодаря политике президента Владимира Путина, и к чему нас подталкивали, вот к чему мог прийти Крым. И, конечно же, именно там мы понимаем, вот насколько важно сохранять и беречь мир в нашей республике, что восстанавливать все это, а самое главное, что утраченные жизни восстановлению, так, к сожалению, не подлежат. Поэтому, я, честно вам скажу, был восхищен то, что увидел в Грозном, то, что увидели мы в пригородах Грозного. Нас тоже в этой поездке сопровождал мой коллега, министр по делам национальности, внутренней политики, массовой коммуникации, Джамбулат Умаров. И мы имели возможность познакомиться с нашими коллегами по правительству, мы имели возможность посетить самые-таки наиболее значимые достопримечательности Чеченской республики. Конечно же, мы посетили музей Ахмата Хаджи Кадырова, мы посетили мечеть, недавно построенную в городе Грозном, посетили новые деловые комплексы, торговые комплексы. И, конечно же, чеченцам есть чем гордиться. Вы из республики Чечня сразу приехали в Москву, прибыли на церемонию открытия самой крупной соборной мечети мусульманской в Европе. Там, помимо вас, еще присутствовали лидеры многих мусульманских стран. С лидерами пообщаться удалось? Ну, я действительно хочу вам сказать, что нам удалось пообщаться. Более того, в поездке уже в Москве вместе с нами был муфти-мусульман Крыма, Хаджимир Алиаблаев. И, учитывая, что... Он к вам присоединился уже в Москве? Да, он к нам присоединился, или мы к нему присоединились уже в Москве. Но, так или иначе, на церемонии открытия мечети мы были вместе. Также был с нами зампредседатель Государственного совета Римзи Ильясов. И, конечно же, те контакты, те отношения, которые мы почувствовали на себе как крымчане, как субъект Российской Федерации, они делали нас гордыми за свой регион, на самом деле. Потому что всем иностранным делегациям было знаково подойти к нам, поздороваться, проявить нам свое уважение. Я имею в виду тех исламских религиозных деятелей, которые приехали на открытие мечети с разных уголков мира. Ну и, конечно же, очень знаковым было выступление Владимир Владимировича Путина. Очень эмоциональным, но очень откровенным было выступление президента Турции Таипа Реджепа Эрдогана. И, конечно же, не менее эмоциональным было выступление лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса. И все они говорили о великой роли России сегодня в исламском мире, о великой роли России сегодня на Ближнем Востоке. И поэтому, конечно же, на таких мероприятиях действительно мы ощущаем себя не просто субъектом, не просто частью Российской Федерации, а мы себя ощущаем именно теми людьми, которые находятся внутри этого процесса, теми, кто находится сегодня на самом таком пульсирующем участке, скажем, всего этого процесса, потому что мы знаем, что Крым сегодня привлекает внимание всего мира. И сам факт открытия мечети был чем еще для нас очень важен. Мы помним с вами, что на встрече Владимира Владимировича Путина здесь в Ялте с лидерами наших национально-культурных автономий и с лидерами религиозными, в данном случае это был Хаджимир Аляблаев и наш владыка Лазарь, Владимир Владимирович пообещал, что после окончания строительства соборной мечети в Москве мы приступим к строительству соборной мечети в городе Симферополе. И приступили уже на минувшей неделе. Вот расскажите, пожалуйста, о том, насколько успешно продвигаются все необходимые строительные работы. Вы наверняка знакомы с характером этих работ, ну и как с графиком, опережаем или чуть-чуть отстаем? Я вам скажу так, нам сегодня пришлось фактически полностью провести ревизию относительно рабочего проекта, потому что проект делался еще в условиях украинских стандартов. Строительные стандарты Российской Федерации, скажем так, во многом отличаются от прежних. И нам здесь большую помощь оказали наши местные специалисты. Сегодня уже проект на стадии выхода, то есть по нему мы можем уже и будем это делать, запускать в первую очередь строительство. Это будут административные здания, это будут здания, которые будут использоваться для обслуживания всего комплекса мечети. И я думаю, что буквально уже в ближайшее время мы окончательно решим вопросы с тем, где будут находиться парковочные места. Вот буквально на этой неделе мы решили вопрос о том, что действительно очень необходим, и он будет подземный переход. То есть с точки зрения транспортной развязки будет максимально... И безопасности, конечно, будет сделано все для того, чтобы этот участок не представлял никаких сложностей для дорожного движения, для трафика, учитывая, что это трасса федерального сегодняшнего значения, она выходит на Ялту, выходит на Севастополь. Здесь специалисты и ИБДД, и проектных организаций, дорожники, они сегодня работают максимально эффективно для того, чтобы этот участок был с точки зрения логистики очень удобен для всех, и для пассажиров, и для водителей автотранспорта. Ну, в таком случае остается нам всем пожелать удачи и вас поблагодарить за компетентный комментарий, удачи в работе. Но мы не прощаемся с вами и продолжаем следить за развитием событий на полуострове.